сегодня тест четырех снегоуборщиков ариен гусеница здесь совершенно необычная потому наверное и делюкс переходим к серьезной работе баловство кончилось устроим гонку разница полосами вот это вот называется тестовый сугроб бетон привет привет друзья вы на канале мастер форум с вами тестовая команда потребитель сегодня тест четырех снегоуборщиков ариенс американские машины очень разного класса компакт 24 это самая простая вот в той линейке которая у есть deluxe 28 и следующая уже professional 28 и гусеничная professional 28 гидростатик драйв системой rapid truck гусеницы которые хитро очень система такая гибридная при желании работает как колесная при необходимости трансформируется в гусеницу покажем сейчас как это выглядит либо ты как думаешь ты тестировать будешь самую маленькую и легкую или самую большую тяжелую я лучше возьму гусеничную самое большое тяжелое это как всегда легче знает опытная в общем скорее всего да ну посмотрим эти там тестовый сугроб заготовил ты в него черт полезешь сейчас коротко расскажем о каждой модели чем они интересны чем отличаются и потом погоним тест у нас вот целый стадион за зиму по данным метеорологов снега здесь выпало больше метра он уже осел спрессовался то есть реальный слой полметра но он плотный тяжелый такой по если если верить скажем так оценка обдорожников у которых свежевыпавший снег считает что висит 125 килограмм за кубометр то вот это вот наверное 500 где-то ну погнали на раз самого легкого вот не захотел это его тестировать придется мне работать уставать но вот первое что сразу замечать что очень радует здесь нормальная высота рукояток под роста скажем так под наш средний рост и выше среднего нормально можно работать с прямой спиной то что делают китайцы и японцы там почему-то рукоятки обычно пониже видео поднять для них это оптимально и соответственно приходится наклоняться это спина не радуется такому устаешь а вот здесь нормально приятно уже хорошо двигатель американский lct 6 половиной лошадиных сил запуск либо ручной либо электростартером принципе здесь все достаточно так скажем стандартно для таких двигателей и подробно об этом есть статье ссылка на статью в описании к видео так что смотрите сами здесь не будем на этом заострять внимание интереснее все таки как он работает ширина захвата 61 сантиметр высота здесь 51 сантиметр ковша и обратите внимание что шнеки занимают как минимум половину этой высоты то есть они большие по диаметру это удобно потому что когда шнек небольшой что часто встречается на недорогих снегоуборщиках вот он выгрызает тот объем который соответствует его диаметру а сверху вот все это пространство он его не берет ну снег уплотняется под движением снегоуборщика и тормозит его движения здесь нет такого большого большого объема пустого который не убирается и работа идет более эффективно к минимум должно быть а вот это вот мы здесь и посмотрим как раз все управление выбросом и движением с панели оператора это у нас наклон козырька то что регулирует дальность выброса передача 6 вперед 2 назад поворот направление выброса регулируется уже это поворотной рукояткой снизу шнекеры и ход включается как обычно отдельными рычагами причем рычаг шнеков блокируется когда включен ход то есть одну руку можно освободить и вам прямо во время движения настраивать нужное направление дальность выброса очень интересная особенность система авто терн автоповорот в переводе на русский когда надо повернуть даешь легкую нагрузку боковую на рукоятке и дальше включается автоматическая система когда колесо внутренние по повороту идет назад а внешне вперед то есть разворачивается вот буквально на месте обычно с ней снегоуборщик которого два колеса жестко связаны повернуть бывает достаточно тяжело здесь должен идти легко вот одной рукой и еще одна вещь балансировка вроде бы спереди тяжелый ковш тяжелый механизм выброса вообще вся конструкция из металла такого толстого добротного но тем не менее на рукоятку пальцем буквально вот нажал и приподнял то есть оперирование маневрирование работа вообще не будет утомительно именно потому что сбалансирован очень хорошо и усилий требуется минимум чтобы задрать ковш а делать вам это придется часто во время работы так что это важная особенность полезная это среди представленных машин самая простая но все что я все ее преимущества которые здесь заявлено они характерны и для следующих машин но там есть дополнительные всякие разные фишки особенность комплектации и так далее сейчас их художью назовем модель deluxe 28 отличается более мощным двигателем 10 с половиной лошадиных сил ширина захвата 71 сантиметр обратите внимание двигатель почти вдвое мощнее а ширина захвата всего лишь на 10 сантиметров увеличивать хотя все равно большая то есть скажем так производительность должна быть даже гораздо выше легче нужно справляться с плотным снегом регулировки выбросом тоже с панели оператора здесь еще вот такая вот крутилка просто расположена немножко по-другому и здесь появляется подогрев рукояток вот потому наверное и deluxe и еще здесь колеса больше по диаметру и протектор более высокий и в системе привода рабочего механизма два ремня вместо одного редуктор шнеков на всех моделях без исключения чугунный в прочном корпусе обслуживаемые возможно замена смазки очень прочный очень надежный у нас осталась еще одна колесная машина это у нас professional 28 14 лошадиных сил и при этом те же самые 71 сантиметр захвата то есть энерговооруженность на единицу ширины ковша здесь вообще какая-то конская совершенно рога так называемый сугроба обрушителя здесь они штатно они могут их можно ставить на любую из этих моделей но здесь они идут в комплекте уже именно для того чтобы штурмовать высокие сугробы посмотрим как будет мой тестовый сугроб подготовили управление принципиально отличается только тем что поворот желоба этой рукояткой все остальное то же самое включая подогрев рукояток с колесными все переходим гусеничной она еще более интересная здесь те же самые 14 лошадиных сил 71 сантиметр ширина захвата принципиально эта машина отличается гусеничным приводом и немножко другой схемы управления за счет гидростатической трансмиссии гусеница здесь совершенно необычная одно ведущее колесо и маленькая маленький опорный каток сзади а если надо скажем так перегонять куда-либо машину вызовут получается транспортное положение задний каток задран вверх и машина фактически колесная сейчас пускай на контакт только под колесом если нужно вгрызаться в тяжелый сугроб задний каток вниз и у нас получается гусеничная машина при этом также легко управляем а здесь такой же автотерн есть маневрирует она легко бокового усилия достаточно здесь никаких рычагов блокировки гусениц ничего нет и не надо самое интересное что вот этот гусеничный привод это конструктор который по идее можно купить отдельно и установить на любую из колесных моделей правда непонятно зачем просто будет существенно дороже чем сразу брать гусеничную но можно принципиальная разница в управлении здесь появляется электрозапуск здесь есть регулировка оборотов двигателя прямо с панели и здесь есть возможность регулировать скорость движения плавно прямо в процессе движения не останавливаясь это за счет гидростатической трансмиссии если нужна подробная техническая информация еще раз она есть статье ссылка на статью в описании к видео а здесь все-таки я думаю болтовня всем надоело хочется уже и посмотреть как они работают первое что попробуем сделать это посмотрим как эти машины идут на разных передачах вот в этом снегу вот он он снег почти пилога около 50 сантиметров высота причем он плотный он слежавшийся сверху общество минтированы вчера было тепло вот корка льда вот посмотрим как они его возьмут будем сейчас начинать с первой передачи включили смотрим до тех пор пока не начнет будем повышать передачу до тех пор пока не начнет буксовать то есть она первая идет не буксует врубаю вторую смотрим пошел не забуксовал значит вот в данных условиях это для него будет считать предел такой оптимального движения начнем с младшей модели погнали первый этап теста ставим передачи с первой все выше 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 и смотрим на какой он начнет буксовать в этом снегу проломил ледяную корку и дальше пошел уже так уверенно но первое уже на первое колеса подбуксовывают нагрузка большая для него но быстро идет попробую вторую ну именно компакт 24 этот снег берет только на первую передачу но у него на первой скорость достаточно высокая и он его гребет весьма эффективно и кидает далеко кстати для тех кто спрашивает как далеко снег летит далеко летит здесь снег плита сейчас как это как монахи шали короткий вывод он справляется с этим снегово справляется прекрасно первая передача у него достаточно быстро при этом он успевает ее кидать но где-то вот это близко наверное к пределу хотя кто его знает что для него является пределом непонятно он буксует он едет вперед и убирает все это дело и люкс 28 попробую в том же форма формате первую передачу а там как пойдет итак первое и и внезапно выяснилось идет она 2 буксует но идет чувствуется по двигателю что нагрузка уже для него такая гораздо более серьезная чуть обороты вниз плывут но идет но вот она разница почти двойной запас мощности по сравнению с компактом и при этом всего на 10 сантиметров шире ковш и вот она разница в этой энерговооруженности чувствуется пошел даже на второй в принципе да под буксовывает но идет и убирает примерно как и на 1 с тем же уровнем качества а 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 professional 28 уже 14 лошадиных сил на те же самые несчастные 71 сантиметр захвата то есть энергия на каждый сантиметр вообще бешеная чувствуется даже на этапе перегонки что первая передача у него медленнее чем на компакте то есть он должен на 1 легко убрать этот сугроб ну посмотрим может это и на 3 потянет а 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 два 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 6 3 Четвертая Это была четвертая сейчас Мне кажется уже запредельно Но надо бы попробовать и пятую Ему хватает мощности Даже на четвертой передаче В этом снегу идти и откидывать снег Да буксует Но при этом идет и кидает И даже полегче наверное чем на второй Так ну судя по всему про буксовка колес не критерий Этот буксует на пятой Но при этом на пятой с не полным захватом идет Вот по этому снегу и уверенно его швыряет На четвертой вообще с полным захватом Так что наверное надо ставить критерий Пока двигатель справляется с нагрузкой И не глохнет Но в гонке сейчас учтем Так гусеница Хочу гусеница Здесь гусеница должна отлично работать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переходим к серьезным В серьезной работе баловство кончилось Гусеницы наконец-то Эти мне кажется должны попереть прямо на ура Передач как таковых здесь нет Здесь плавная регулировка Поэтому будем так на глазок Где-то так И так 7-8 И гусеницы ставим в положение тяги Во Во сейчас попрет Мне отчаянно не хватает чаши кофе Одна рука свободна Здесь вообще не приходится играть Вот вверх-вниз его наклонять Он как зарылся Вот так вот как кабан мордой в землю И прет Гораздо легче работать чем с колесным В принципе это было ожидаемо Но разница если честно колоссальная ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И самый прикол в том Что это еще не предел Он мог еще быстрее У него есть возможность увеличить Скорость хода шнеков Не увеличивая скорость хода Так что сейчас попробуем Заставить на максимуме работать На максимуме у него только немножко Падает дальность выброса Разница в мощности и производительности Между моделями на самом деле Огромная Очень хорошо заметная Гусеница самое лучшее Что можно придумать В такой вот ситуации Самая удобная И его тормозит не снег И его тормозит неровности грунта Он когда в них упирается Вот тогда-то нагрузка и растет Снег ему этот Все равно абсолютно до синия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok В принципе разница в скорости И производительности И так очевидна Но хочется как-то вот еще Кого-то драйва Поэтому устроим гонку Взяли три колесные машины Пять минут все идут вперед Посмотрим потом Насколько далеко каждый убежит Любая как самая хитрая Посмотрела на тест И вместо гусеничной Выбрала самую маленькую легкую ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люба, ты не должна была победить Ну тем не менее я победила Но если честно У меня немножко было меньше снега Ну в принципе да Туда не кидали Жень, как ты мог продуть С 14 кобылами под капотом? На самом деле Я бы сказал, что я выиграл Просто у меня под самый конец Снег пошел очень глубокий Снег пошел Да, снег пошел Локальный над тобой Рабочий снег пошел Очень глубокий С учетом того, что в принципе У этого аппарата Самый широкий ковш В общем-то он Он такой же, как у моего Нет Такой же, 71 Ну значит повыше Да, да, да Ну давай померимся Ну выше же, смотри Вот, видишь? Ковшами минются Убери рога свои В любом случае У этой машины Производительность явно выше И то, что она Скажем так Немножко уступила Вот в чем это вина А не ее Это по сути вина Резко изменившихся Погодных условий Я так сказал Я тебе могу сказать так Нехрен по синусоиде шастать Ты посмотри Ну и это тоже, да Сейчас попробуем то же самое С машинами колесной И гусичной одной мощности Посмотрим, как они друг с другом Это одноклассники Отличаются только вот приводом Ну вот и посмотрим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну по злорадству Позлорадству Как сейчас говорят Сравнил свою пукалку С моей волынкой Нет, гусеничная Это просто монстр, конечно То есть он идет По снегу Больше высоты Чем свой ковш И в какой-то момент В принципе Даже подлавливается Такой режим В котором Практически Его не надо контролировать То есть он идет Просто буквально Самостоятельно Если бы еще Не держать две ручки Стакана не хватает Да Хотя бы с кофе Да, хотя бы с кофе Лучше не с кофе, конечно Тем, кто любит говорить Что это у вас Рыхлый снег Его любой дурак Перекидает Мы подготовили Еще один маленький сюрприз Вот это вот называется Тестовый сугроб Мы его вчера накидали Вчера это был Такой же рыхлый снег А сегодня он А сегодня это Бетон Мне кажется Это не возьмет Теперь ничего Кроме трактора Вчера кидали Снег был рыхлый Но видимо пока летел Он то ли на солнце Успевал подтаять То ли что И он весь в своей массе Замурованный Такой вот Как сцементированный ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь после этого Всем понятно будет Что возможности Снегоуборщиков Все-таки ограничены Не ждите от них Сверхъестественного Кстати гусеничная Здесь без шансов Было пройти Ее нельзя Вот так вот Раскачивать Вверх-вниз Как эту Так что получается Да Единственная машина Которая здесь смогла Осилить бы Это вот Профессионал 28 Колесная Мораль такова Снегоуборщик Надо подбирать По задачам И не ждать от него Сверхъестественного И будет вам счастье Ну и что ты думаешь? Я думаю Что нужно покупать Снегоуборщик Заблаговременно В начале сезона Чтобы не накапливать Слишком большие сугробы И чтобы убирать Систематически А это чтобы Народ такой дырой Не страдал Как я тут С этим сугробом Тестером Ну мне кажется Сошедший с крыши Лавину Лучше убирать сразу Хорошая аналогия Да Вот с крышкой Когда сходит Вот оно примерно Так вот и будет На следующий день Через пару дней И в принципе Снегоуборщик на такое Не рассчитан Но могу вот такой Лайфхак подсказать Было бы гораздо легче Если бы была Лопата под рукой Лопатой обваливать Вот это вот Все что сверху И потом уже Выбрасывать Снегоуборщиком Подписывайтесь на наш канал Будет много всего интересного Да-да Мы еще какую-нибудь Дурь придумываем Так что подписывайтесь Обязательно Спасибо Спасибо